Испытание. Книга судей, 20 глава, 17 по 28 стих. Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчиталось 400 тысяч человек, обнажающих меч. Все они были способны к войне. И встали, и пошли в дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы. «Кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина?» И сказал Господь, «Иуда пойдет впереди». «И встали сыны Израилевы поутру, и расположились станом под Легивы, и выступили израильтяне на войну против Вениамина, и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы. И вышли сыны Вениаминовы из Гивы, и положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю. Но народ израильский ободрился, и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. И пошли сыны Израилевы, и плакали пред Господом до вечера, и вопрошали Господа, «Вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего?» Господь сказал, «Идите против него». «И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день, и еще положили на землю из сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий, и, сидя там, плакали пред Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом. И вопрошали сыны Израилевы Господа. В то время ковчег Завета Божия находился там, и Финиез, сын Елеазара, сына Ааронова, предстоял пред ним. «Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет?» Господь сказал, «Идите, я завтра предам его в руки ваши». Дважды потерпев поражение в битве с сынами Вениамина, израильтяне собирают всю свою армию в Доме Божьем. Они в очередной раз оплакивают свои потери, но на этот раз еще и постятся и приносят жертвы Господу. В отличие от первых двух раз, они, оказавшись в отчаянии, полностью отдают себя в руки Божьи. Когда они снова обращаются к Господу, Он велит Своему народу воевать против колена Вениамином. Но на этот раз Он обещает им победу. Посвящение, проявленное в усердной молитве, – вот залог исполнения Божьей воли в наших жизнях и церквах. Наши неудачи должны не разочарование приносить, а наоборот, укреплять нас в решимости служить Господу. Бывает ли в вашей жизни так, что, несмотря на неудачи и задержки на пути, вы сохраняете верность Господу? Что помогает вам в такие времена усерднее искать лица Божьего? Молитва Отец Небесный, научи меня использовать свои неудачи как основание для еще большего посвящения Тебе. Даруй мне такую внутреннюю силу, чтобы я мог выстоять в самых сложных и тяжелых испытаниях. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok